МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии и працуя Светлана Князева, глядите у гэтым выпуску. Кадровый и працовный потенциал, выники работы за минулый год и планы на 2019-е обмерковали у областным союзе наймальников. Первый этап пройденный. Гомельская область завершилась оба ранних яровых зерневых культур. Отказ на жильевые питания сегодня в Довружском районе открылся дом для военнослужащих по гран-заставам. Королеву весна в Гомеле выбрали самую пригожую студентку региона. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Выники работы за минулый год и планы на 2019-е. На химзаводе пройшел сход членов Гомельского областного союза наймальников. У им удельничали так само представники керавництва областного выконавчего комитета и Республиканской асоціации предприемства промысловости. Выники с встречи в сюжете Марины Джалой. Не глядяши на певные экономичные склада на семета промыслового сектора Беларуси, селяты досягнуть росту валового внутреннего продукта на 3,5%. Летость была на 0,3% меньше. Выконать их это будет нелегко. Это означает подчас ходу и тлумачить чему. Конечно, непросто. Потому что внешние условия, наше членство, например, в ЕС, где непростые условия сегодня интеграционные идут, и они непросто решаются. Например, наши предприятия сельхозмашиностроения, Гомсельмаш, тракторный МАС, они не могут пользоваться субсидиями российскими. Идут процессы признания нашей продукции, которая производится на совместных предприятиях в России, что это российская продукция. Они не признаются. И здесь есть сложности. Но правительство Республики Беларуси, наша ассоциация, мы эти вопросы пытаемся решать, и с правительством России в том числе. На Гомельшине денечу 230 буйных и средних промысловых предприемств. Их доля в объеме вырабляемой в Беларуси продукции складает 22%. Но в составе Гомельского областного союза наймальников 63 предприемства. Летость работы объединения была сконцентрованная на трех накерунках. Это социальное партнерство, унесение пропанов по изменению и дополнению, худеющее законодательство и повышение профессийных компетенций работников. Очень много было священо вопросов по внесению изменений в трудовое законодательство, именно в трудовой кодекс. И мне отрадно отметить, что ряд предложений наших членов союза нанимателей, которые мы отправляли в Палату представителей, вошли в новый проект трудового кодекса. Активно работали предприятия по новому закону об охране труда. И тоже приятно хочу поблагодарить предприятия. С четыре предложения мы давали, два предложения приняты. Следует отметить, что именно инициатива, проявляемая сотрудниками предприятия, говорит о том, что им неравнодушна судьба предприятия, на котором они работают, что они думают о том и думают о перспективе предложения своей работы. Дареши союз наймальников нашего региона признаны одним из найбольш активных в республице. В этом заслуга его руководительства и предприятия в области. Будучи экономики, подкресливается на сходе в руках наймальников и коллективов. Менавито Яны про союз наймальников должны выносить на уровень у Рада пропановы, которые в дальнейшем смогут полепшить эффективность работы вытворчастей и условий работы самих работников. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Ранее яровые зерневые и зернебобовые культуры посеяны в Беларуси больше, чем на 80% запланованных площадь. Господарки Гомельской области с работами уже справились. Все летоплощи под эти культуры складают амаль 120 тысяч гектаров. Сейчас агрария занята сяобой кукурузы. Подзерния отведена коляс 114 тысяч гектаров, подсилас амаль 250. В господарках трех районов в области рыхтуются до посадки на сене бульбы. В рамках союзной программы удосконаливания пограничной безопасности сегодня в Доброжском районе открытый дом для военнослужащих заставы «Усохская Буда». Жильем тут будут забеспечены все прапорщики и офицеры, которые имеют потребу в этом. На заставе побывали наши корреспонденты. Этот день на участку пограничной заставы «Усохская Буда» оказался дождливым и достаточно холодным. Хоть на процессах овы державной границы надворья не повплывала ніяким чином. Зона отказности заставы 23 километры. Патрулявание этой территории не спыняется николи. У пограничников служба отказная и непростая. Военнослужащие постоянно готовы до выполнения боевой задачи. Прапорщиков и офицеров это тычется напевно в первую чергу. Разом с тем только служба и жильценно заставы для их не обмяжовывается. Пытанием створения комфортных жильевых умов займаются во всей Гомельской пограничной группе. Але першим уластный дом у пограничников открылся минавито во Усохской Буде. Намесник начальника заставы Роман Казакевич у службовую квартиру переедел ближайшие дни. Да, это гажил у приватным доме, який застава арендовала для своих офицеров. Жилый дом для прапорщиков и офицеров заставы Усохская Буда побудованный в рамках программы «Удосконаливание пограничной безопасности союзной державы». Ее подписание отбалось в 2017 году в Гомеле подчас посаджения Совета Министров союзной державы. Реализация этого документа накерована на упорядкование агульной границы и створение сприяльных умов для службы пограничников. До речи, только будовництвам жилого дома у держпогранкомитета вы решили не обмежовываться. На протягу двух ближайших годов на заставе Усохская Буда запланованный комплекс работ по узмацнению границы. Будет возведено здание именно пограничной заставы. На данном направлении продолжаются инженерные работы. Оборудуется участок подсигнационный комплекс КС-205. Это будет довольно-таки современный инженерный комплекс по прикрытию протяженных участков. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с пограничной заставы Усохская Буда. Сустреча с жахарами малонаселенных и отдаленных от райцентра вёсок, консультации по правовых пытаниях и обмеркование проблем, яке хвалюют мясовые насельництва. Гомельское областное громадское объединение «Союз следших» провёл информационно-осветницкую акцию у Светлогорским районе. Олег Сентюров потекавился эффективностью новой формы работы с вёсковцами. Гомельское областное объединение «Союз следших» и снуекали полутора годов сирот основных задач – взмысление правопарадков в громадстве и повышение правовой культуры насельництва, выезд супрацовников ОСК в малонаселенные вёски – первая подобная акция, проведенная по инициативе организации. Апробация прошла у Светлогорским районе. Для повышения ее эффективности у состав рабочей группы уключили так само представников местовых органов улады, агентства по земельным кадастрам и червоных окрыжах. Это позволяет не только дать консультации по самым широким колепытаниям, а и провести первичное медицинское обследование. А про чатаго Союз следших пропанует за курс объединения провести анализ колодежной воды. Жахаровевский затон Валентин Дрозд не выключаем активности и забруженности, хоть на густ вода за его участка не вельми даринная. У колонки вода, скажем, вот после зимы. Вот сейчас там водой пользоваться не сможешь, потому что она ржавчина там такая. А здесь нормальная вода. Хотя вот взять соседей, насколько там ниже, ниже, скажем, насколько, да, уже совсем не такое кажется воды. У Боровиковского сельском совете 10 вёздок, по яких проживают около 2500 человек. Сустреца с усими немогчима, а лет три населенные пункты. Рабочая группа на протягу первого дня акции, наведывая супрацовники Следующего комитета, увагу звертают на усё. У вёста Александровка группа сподняется, каля на пау разборанного дома. Саршиня сельбы конками даёт ломачення. У этого будинка есть господар, але никаких кроков по наведению порядка, и он не предпринимает. Сейчас проводятся мероприятия по сбору документов, по подаче материалов в суд, для того, чтобы признать этот дом ветким и потом снести в последующем. У Боровиковского сельском совете вельми прыгожая природа. Особливо добра, гэта стане бачена про неколь кедёнок, когда появится листья, а в причем, гэта лясы, ведьми, богатые на грибы и ягоды. По великим рахунку, гэта місце проживания для тих, кто даёт первого тишине и спокою. Правда, часто гэта спокой порушают сами вязковцы и дачники, яких у местовых увёзках шмат. По часу встречи с опросовниками Следующего комитета огучивается информация о великой колькости у увёзках собак, у тем лику бездомных. Справа доходит до того, что унуки, які проезжают летом до бабуль, большую часть часа проводят на огородженной территории присадебного участка. Союз следчих берега это питание на контроль. Когда к себе говорят о том, что твой пёс ведёт себя ненадлежащим образом на улице и создаёт препятствия для свободной, скажем так, игры маленьким детям, нужно об этом, конечно же, задуматься. Не смог воспитать? Посади, пожалуйста, его на цель. Не выпускай его на улицу без поводка, без твоего присутствия. И тогда всё будет у нас хорошо. Просто нужно уметь жить и договариваться между собой. Первый день информационно-освитинской акции областного союза следчих завершается с встречей с жахарами агрогородка «Хутор». Информация об криминогенной ситуации в районе, профилактика инфекционных захворений, обмеркивание проблемных земельных питаний. В ближайший час в Гомельском областном объединении союза следчих сделают анализ эффективности проведенной акции вместе с тем, кто тоже сейчас скажет об ожидании протягивания в других регионах в области. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадио «Гомель», Светлогорский район. Международный коммерциейный арбитраж как альтернатива державному суду сегодня в Гомеле прошел семинар для руководителей компании региона, начальников юридических службов и юристов. Специалисты Минского адвокатского бюро рассказали о первых одного из эффективных способов разгляда экономических спречек. Семинар проводится при садзенничании Министерства экономики Республики Беларусь. В рамках программы столичные юристы рассказывают об особенностях арбитражного разбора в том лику на прикладе конкретных справ. В основном это контракты внешне торговые. Самые распространенные это договоры международной купли-продажи товаров, оборудования, сложного технологического оборудования, его установки, эксплуатации, монтажа, ввода в эксплуатацию и так далее. Часто в арбитраж попадают сложные строительные споры и в настоящее время мы также задействованы и в инвестиционных спорах. Удельники семинара так само отримали рекомендации по выбору арбитров, сбору доказов и уделу в арбитражном процессе. Была огучена так само парада на будущее. На этапе заключения контрактов об международном экспортно-импортном супрацовнестве звертать увагу и вызначать загадя способ выращения спрычек при их махчимым возникнении. 20-го красавика в Беларуси отбудется республиканский субботник. Дату призначил Совет Министров. В этот день же хары краины нададут увагу доброго парадкованю населенных пунктов, рестаурации помников, подрыхтовцы до сезона дитяших оздоровленных лагеров. Кожный другий заробленный рубель пойдет на эти меты. Керевники и держорганов в этот день отправятся на свою малую родиму. Представники местовых уладов завтра готовы отказать на звонки грамадзян. В субботу снова пройдут промые линии. У Гомельскими облаканками я проведен наместник старшини Владимир Горбачев. Номер телефона у Гомеля 33-12-37. Промые линии працуют с 9 до 12 годин. В этот час на связи будет керевник справ Гомельского гарваканкам Алексей Васюченко. Номер телефона 33-07-62. Чарговый кермаш вакансии пройдет в Гомеле 25-го красавика. Суискальники смогут встретиться с представниками кадровых служб организации будовничьей, гандлевой, промысловой, транспортной галлины. Кроме того, можно будет доведаться про махшимость навучения и открытие своей справы. Мероприемство будет в четверг 25-го красавика с 10 до 13-ти годин в управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельского гарваканкам на Пролетарской Рекомендации об завершении тепляльного сезона в регионе отправлены в подведомные организации 10-го красавика. Решения принимаются на местах при умове, что среднесуточная температура вонкового поветра на протягу трех дн складает 8 градусов тепла и высшей. У широкого района в тем, яку областным центры спинена подача тепла промысловым споживцам. Затым тепло перестанет поступать в жилфонд, интернаты, высшей навысловной установы. По коль же гэтые объекты рекомендовано перевести в режим протепливания. Дошкольные, школьные, лечебно-профилактичные, медицинские установы, музеи и библиотеки отключат от теплокрыниц в опошнюю чергу. Королева весна. Напереды Дню Гомеля выбрали самую пригожую, артистичную и грациозную студентку региона. У областным этапе конкурсу приняли удел 13 девчон. Кто завоевал корону переможцы и путевку на республиканский финал, ведает Ганна Корольчук. Яны пришли уразить глядачу и жюры свою пригожостью розумом и талентом. 13 студенток из всех в ИНУ региона передоляли отборочные этапы в университетах, как трапить в финал областного конкурса. Все для того организаторов была задача раскрыть потенциал удельниц на полную, максимально в данном конкурсе это не самое главное. Красота, как всем известно, понятие очень такое субъективное и поэтому именно в этот конкурс, именно конкурс совместно с БРСМ мы включили несколько дополнительных конкурсов, такие как ораторское мастерство, как творческий конкурс, как спортивные испытания, чтобы рассмотреть в девушке не только внешнюю красоту оболочек, но и еще внутреннюю. На переде дни других европейских гульня, в которой стартуют в червени, организаторы вырешили присвятить конкурс теме спорта. Пролог студентского спорта выкнали в ответном стиле, а мы погутрили с конкурсантками за кулисами. Я с малых лет люблю сцену, люблю всю мощь ее, я питаюсь сценой, поэтому решила, что в этом конкурсе почему бы мне тоже не участвовать. Я сама по себе активная, люблю общение, где движение, там и я. Я очень люблю такие конкурсы, я уже принимала участие в таком конкурсе в лицее, когда училась, я вообще из Могилева, и мне безумно понравилось участие, мне предложили поучаствовать в конкурсе в отборе в университете. Я без ума от медицины, мне очень нравится, чем я занимаюсь, чему я учусь. Со второго класса я занималась в эстрадной студии в Могилеве В первом дефиле глядачы знакомились с удельницами и глядели их виды визитовки. Далее у подтримку спортивной темы девчины выказали свое меркование на тему здорового от життя под мурок будущих досягнений. Этот промоуницкий конкурс стал самым хвалючим для всех удельниц. Каждая девушка готовила какой-то определенный текст, но, конечно, из-за волнения каждый его забывает, и это нормально. Ну, танец, я танцую на самом деле, представляю. Мне это не страшно творчески, а вот это для меня в новизну. По сути, второй раз в жизни микрофон в руки беру. Протягнула конкурс дефиле в спортивных в образах. До речи, час подрихтовки до финала для девчат пройшел под девизом «Не дня без спорта». Они займалися легкой атлетикой и учились гулять в великий теннис. В творчем выпробовании конкурсантки спробовали сдевить зал и запомнить бурбалок. Закрыла конкурс традиционное дефиле в дизайнерских вечерних уборах. А потом долгое чекание выникал и вердикт журы. Произглядатских симпатий отдали Мария Максименко, студентка Белорусского Гандлёва экономичного университета с поживецкой кооперацией. Титул «Вице-королева весна» отримала Полина Лебедева, представница Белорусского державного университета транспорта. Владальницей заповедной короны стала будущий медик Мария Бортновская. Эмоций сначала вообще не было, был просто шок. Сейчас меня переполняют эмоции. Я думала, я буду плакать, но просто я в шоке. Очень люблю свою специальность, свою будущую профессию. Мечтаю стать хорошим врачом. Занимаюсь в коллективе, в своем студенческом клубе. Пою, люблю очень петь. Также занимаюсь в особенных номинациях, а переможца представит наш регион на республиканском этапе конкурса в Минске. Далее представница от Беларуси будет покарать жюри на международном споборнистве королева студентства. Лана Корольчук, Александр Харламбов, телерадио компания Гомель. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи у эфира. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. До 7 лет лишения свободы грозит водителю, который накануне в Гомеле сбил двух пешеходов. Мужчины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их пропускал автобус, но легковой автомобиль на российских номерах дорогу не уступил. Инцидент произошел на улице Добружской. Мужчины шли по зевре. Как только они стали пересекать правую полосу, на большой скорость их зацепил Опель. Один из пострадавших сразу потерял сознание. Оба они получили серьезные травмы. Как оказалось, за рулем автомобиля Опель, который сбил пешеходов, находился 41-летний житель Кармянского района. Мужчина был пьяный, к тому же у него не было прав на управление транспортным средством. Водитель автомобиля задержан. За совершение указанного преступления санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На трассе М5 в Будокошелевском районе произошла авария, в которой погиб пассажир. Дорогу не поделили женщины-водители. Одна из них, управляя автомобилем Volkswagen Golf, выехала на магистрали и не уступила дорогу другой. От удара машину откинула на ограждение, а ее пассажир погиб. Он вылетел из машины сразу после столкновения и получил травмы, несовместимые с жизнью. В ГАИ утверждают, что женщины-водители были пристегнуты, а погибшей нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Милиция разыскивает гражданина, который расплатился в магазине чужой банковской картой. Причем сделал это неоднократно и в разных торговых точках города. Вот фотографии этого человека. Присвоенной им чужой банковской картой он воспользовался еще 19 марта. Если вы узнали мужчину, сотрудники милиции просят сообщить об этом в ближайший отдел внутренних дел, позвонить по номеру телефона, который сейчас на экране, или набрать номер прямой линии 102. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский Металлург сохранил прописку в элите хоккейного чемпионата Беларуси в заключительном матче переходного турнира. Сталевары перед родными трибунами обыграли Могилев 5-1. Масляков, Филяев, Феклистов, Егоров и Самохин точными бросками обеспечили нужный результат для хозяев. Также место в дивизионе А экстралиги сохранила за собой Лида. Соперниками Сталеваров и Рыцарей в переходном турнире были Оршанский Локомотив и Могилев. Центральный поединок 26-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет в Гомеле. Завтра на арене спорткомплекса Локомотив сойдутся пятая и третья команды чемпионата БЧ и Литсельмаш. Начало в 14.00. В первом круге железнодорожники одолели Литчан на их поле 3-2. В 16.30 гомельских болельщиков ожидает продолжение мини-футбольного пиршества. ВРЗ принимает Брест. Светлогорский ЦКК в 26-м туре на выезде играет с Борисовым 900. Этот матч также состоится завтра. Завтра стартует чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге. Игровая программа первого тура уместилась в один день. Гомельский Локомотив начнет сезон домашним матчем против Микошевичского Гранита. Встреча пройдет на стадионе Локомотив областного центра начало в 16.00. Светлогорский Химик на своем поле сыграет со Слонимом 2017. Этот поединок стартует в 15.00. Речицкий спутник в первом туре отправится в гости к Сморгонии. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 17.00. Уже завтра гомельская энергия может стать медалистом чемпионата Беларуси по волейболу. Для этого энергетикам в третьем матче серии за бронзу нужно обыграть Витебский Марковый ГТУ на его площадке. Матч начнется в 18.00. Если же сильнее окажутся хозяева, то в воскресенье 14 апреля состоится четвертая игра медального противостояния. Напомню, что неделю назад энергия в Гомеле дважды была сильнее соперника. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.